добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи владислав воробьёв обзор рынков аром капитал и владислав наш коллега уже к нам присоединился приветствуем вас здравствуйте всем уважаемые участники рад вас приветствовать нашей ежедневной аналитики с вами как всегда владислав воробьёв как обычно ближайшие там полчаса мы с вами проведем вместе хотелось бы также отметить что у нас сегодня уже четверг слава богу наступил четвертое число и как обычно давайте поговорим сначала обводном обводной части нашего мероприятия ну а потом перейдем непосредственно к теме нашего общения хотелось бы сказать несколько слов о брокере аром капитал международный брокер про имеет лицензию с айсек под номером 323 17 в этом вы можете убедиться лично на сайте регулятора а также хотелось бы напомнить что благодаря торговле с аром капитал вы работаете по системе стопроцентного эйбук это означает что все ваши сделки всегда перекрываются на рынке и даже по вашему требованию и запросу вы можете точно узнать где когда и кем ваша сделка была перекрыта если у вас вдруг возникнут сомнения также хотелось бы отметить что при торговле с аром капитал вас ждет следующее исполнение ордеров только по лучшим ценам также узкие рыночные спреды разумеется полная прозрачность торгового процесса и самое главное что немаловажно в нашем мире это отсутствие конфликта интересов между брокером и трейдером хотелось бы также отметить что вся информация которую мы с вами рассматриваем как всегда носит исключительно прогнозный характер и ни в коем случае не является и не может являться рекомендации купли или продаж финансовых активов но доходность в прошлом как вы наверняка знаете не гарантирует доходности в будущем давайте вкратце вспомним что мы используем для прогнозирования поведения цен это будет очень полезно тем кто вполне возможно впервые на нашем мероприятии ну и также я думаю будет не лишним напомнить это тем кто уже на наших встреч присутствовал в работе мы используем 30 минутный таймфрейм то бишь основной интервал графика составляет полчаса с моей точки зрения это оптимальный торговый интервал для работы внутри дня а поскольку мы с вами встречаемся каждый день у нас есть отличная возможность как открывать сделки так и подводить их итоги раз в сутки также мы используем две скользящих средних обе экспоненциальные 1 с периодом 12 2 с периодом 48 и взаимные точки пересечения подают нам сигналы на покупку и на продажу когда красная 12 более быстро пересекает синюю 48 более медленную сверху вниз мы получаем сигнал на продажу но когда снизу вверх сигнал на покупку также из математических методов мы применяем классические индикаторы мы сидим с абсолютно стандартными параметрами 12 26 9 больше всего на этом индикаторе нас беспокоят дивергенции пример дивергенции на вершине рынка в левой части графика обратите внимание превосходящим тренде цена формирует два последовать на повышающихся максимума а индикатор последует показывает два последовательно понижающихся максимума ну а пример дивергенции на дне рынка у нас в центральной части экрана цена при нисходящем тренде формирует два последовать на понижающихся минимума она индикаторе наоборот 2 минимум выше чем предыдущий что касается основной методики которую мы используем это конечно же анализ графический, но перед тем, как сказать о нем, еще один дополнительный источник сигналов от индикатора MACD – это пересечение нулевой линии. Пересечение сверху вниз дает нам сигнал на продажу, ну а снизу вверх дает сигнал на покупку. Мы продолжаем с вами искать всевозможные фигуры, уровни, линии, тренды, в частности, FIBA уровня. Уровни Fibonacci я использую только следующим образом – прикладываю на законченные трендовые движения с целью определения коррекции. Наиболее вероятные коррекционные уровни – 38,2% и 61,8% соответственно. Также мы занимаемся с вами поиском фигур. Треугольники, вымпелы и флаги, кратные вершины и основания, головы и плечи, кастрюли, они же блюдца, прямоугольники и, разумеется, ценовые каналы. Куда ж без них. Каналы регулярно у нас тоже встречаются на графиках и дают прекрасные ориентиры для входа и для выхода из рынка. Ну а теперь давайте немножко поговорим о новостях. Что касается новостей, ну вообще, конечно, мы с нетерпением ждем пятницы. Лично я жду точно, надеюсь, вы тоже, потому что в пятницу у нас будет Non-Farm Payrolls, все-таки первая пятница нового месяца, да еще и первая пятница в новом году. Поэтому, я думаю, будет очень интересно и любопытно. Тем более, что по прогнозу данные ожидаются хуже, чем, соответственно, в прошлый раз. Ну вот и посмотрим, что случится. Но до этой новости еще почти целые сутки. А сегодня у нас все более-менее спокойно и прозаично. В 16.15 сегодня, 4 января, по Москве, по США выходит отчет АДП. Ну, по сути, это те же Non-Farm Payrolls, лайт-версия. То есть, как бы на АДП смотрят в первую очередь. Исходя из этого, можно порой делать очень неплохой прогноз, какие будут данные по Non-Farm Payrolls. Собственно говоря, здесь без комментариев. Если данные выйдут хуже, чем прогноз, может быть, движение, связанное с долларом. Основное внимание на евро, доллар, на золото, там, и тому подобные инструменты. Ну, а если выйдут лучше, может быть, соответственно, движение также по этим инструментам, но в сторону укрепления доллара США. Также обратите внимание, что сегодня в 18.30 изменение запасов газа от EIA, собственно говоря, агентства в США. Здесь основной фокус, конечно же, только на котировке природного газа, которые сейчас как раз покидают фигуру треугольник. Об этом мы сегодня еще тоже поговорим. И там может быть достаточно интересное движение, особенно если данные выйдут плохие. И, конечно же, у нас в 19.00 изменение запасов нефти и нефтепродуктов. Также от EIA. Здесь, конечно, основной фокус на нефт торговой марке Brent, которую мы тоже рассматриваем. И сегодня обязательно о ней поговорим. Напоминаю, что у нас в работе следующие торговые инструменты. Международный валютный рынок Forex у нас представлен инструментами евро-доллар, фунт-доллар, доллар-иена и доллар-франк. Золото и серебро, как банковские металлы, классика жанра, куда ж без них. Фондовый рынок американский Dow Jones S&P 500, европейский Евростокс 50 и японский индекс Nikkei 225, который, я не побоюсь этого слова, дал вчера такого жару, что, я думаю, многим из вас было страшно. Особенно к тем, кто не закрыл покупки по той цели, которую мы планировали и ждал большего. Но об этом тоже, в принципе, сегодня поговорим. Лично меня Nikkei очень сильно удивил. Конечно, приятно быть правым настолько, но прямо вот я, даже глядя на график, вспомнил некоторые криптовалюты и их волатильность. И, конечно же, нефт торговой марки Brent и природный газ у нас с вами тоже в работе. Очень хорошие инструменты. Я по ним тоже торгую и вообще энергоносители люблю. Ну, а теперь давайте посмотрим на наши графики. Друзья, напомню, что вчера по евро мы совершали сделку на продажу. Наша цель была 19.85, стоп-лосс был 20.68. Как бы это ни печально было, но сейчас мы болтаемся около нуля. Цена действительно пошла вниз. Мы пробили линии тренда. Все, которые могли по скользящим, получили пересечения. Но, увы, силенок не хватило, чтобы отработать цель с первого раза. Что касается евро, я считаю, надо оставаться в рынке. То есть у нас пока что нет оснований для того, чтобы с криками спасите, помогите закрывать сделку. Пока что все нормально. Да, мы получили откат, но в целом у нас пока что сохраняются признаки нисходящего движения, и мы еще можем эту цель выполнить. Поэтому, кто продавался и стоп по треугольнику ставил, я со своей стороны рекомендую ждать. Решать, конечно, только вам, но я пока что ожидаю дальнейшего развития событий и дальнейшего снижения. Потенциальная прибыль здесь по-прежнему остается от 250 до 500 долларов при размере вашего депозита от 10 тысяч. Новичкам, кто впервые слушает наше мероприятие, напомню, что расчет потенциальной прибыли идет с учетом кредитного плеча 1 к 5. Это первая цифра, либо же 1 к 10. Это цифра вторая. Если мы говорим о CFD контрактах, то подразумевается загрузка своего капитала на 5, либо же на 10 процентов, что я считаю верхней границей безопасной и разумной торговли. Далее, следующий наш с вами герой – британский фунт. Друзья, с британским фунтом приключилась следующая история. Здесь можно было заработать практически в два раза больше, чем на евро, но вчера ситуация была достаточно парадоксальна. Я напомню, что мы стояли вот здесь, зажатые между нижней границей восходящего канала, второго восходящего и верхней границей первого восходящего канала. И вот так получилось, что в тот момент, когда мы общались, у нас не было сигнала ни к продажам, ни к покупкам. То есть, по сути, цена была зажата в диапазоне, и мы решили ничего не делать. Я думаю, что ни для кого из вас не является тайной тот момент, что евро и фунт в основном ходятся направленно. Причем чаще, гораздо чаще бывает так, что фунт задает драйв, а евро впоследствии присоединяется. Ну и обычно даже говорят, что если фунт начнет движение, то евро обязательно догонят. Но вот вчера мы получили абсолютно другую картину, когда по евро мы уже видели явный четкий сигнал на продажу, а по фунту у нас не было вообще никаких предпосылок, чтобы зайти в рынок. В итоге, конечно, движения совпали по направлению, как-то и бывает в большинстве случаев. Очень жаль, что по фунту это было без нас. Может быть, кто-то из вас успел продать и заработать на этом. Я за вас только рад, но это мы не обсуждали. Поэтому данное движение прошло мимо, и здесь прибыль, увы, не была получена. На текущем этапе я считаю, что лучше ничего не делать. По скользящим у нас вроде как продажи, цена покинула оба канала, которые были, но ширина канала практически уже отработана. То есть там выполнено порядка 75%. В такой ситуации входить в рынок смысла не вижу. По МСД тоже продолжаются продажи. То есть так же, как и вчера, мы, увы, остаемся без сделок. Хотя, опять же, если у нас продолжится нисходящее движение, то и евро выполнит цели. И, скорее всего, британский фунт отработает как минимум ширину вот этого канала, приложенную в точку пробоя. Но, повторюсь, сейчас в рынок входить бессмысленно и бесполезно. По той простой причине, что сигналов к этому просто нет. Следующий наш с вами герой – доллар-франк. Я вас поздравляю, по доллар-франку мы выполнили первую цель, отметка 97.80, что принесло вам от 250 до 500 долларов прибыли. Мы обсуждали с вами покупки на пробое линии тренда и стоп-лосс размещали под минимум. Как видно, даже близко мы не подходили к стоп-лоссу и прямиком направились к нашей цели. Здесь, кстати, пример того, как лично я использую коррекционные уровни Fibonacci. Я думаю, многие из вас работают с FIBA, многие знают, что есть и внешние соотношения уровней. Я скажу честно, я это не использую. То есть для меня Fibonacci актуально только в таком применении, ни в каком другом. Когда заканчивается трендовое движение, у нас есть пробитая линия тренда, уровни прикладываются от точки до точки и определяются наиболее вероятные коррекции. Больше никаким образом Fibonacci я не использую. В частности, для прогнозирования, например, продолжения тенденции, а не коррекции после нее. Цель 98.30. Второй наиболее вероятный уровень, 61,8% пока что не достигнута. И если честно, глядя на вот это движение, моя рекомендация, если вы не закрывали сделку, закрыть ее сейчас. Потому что мы можем вполне получить откат. Здесь было очень агрессивное поглощение от уровня 50%. И все это не сулит нам пока что ничего хорошего. По швейцарскому франку. Поэтому здесь, с моей точки зрения, разумно ограничиться меньшим результатом с целью не потерять его, нежели ждать отметку 61,8. Если бы мы ровно и прямо шли к цели, у нас бы не было здесь пробитых линий поддержки, я был бы абсолютно не против, чтобы держать сделку дальше и зарабатывать на этом. Но глядя на эту ситуацию, я просто эту линию поддержки не нарисовал. Вы можете это сделать, в принципе, и без меня. Вот точка, вот точка. Если провести линию опорную, будет видно, что пробой уже есть. То есть, по сути, вот эта ветка роста, она может быть уже близка к своему завершению. И я рекомендую результат зафиксировать. В любом случае, до 500 долларов прибыли в течение дня, при размере вашего депозита от 10 тысяч и более, это вполне нормальный результат. Следующий наш с вами герой – это доллар-иена. Еще один экспонат, который не дал нам полностью заработать на нашей цели, и там не хватило буквально 10 пунктов, потому что максимум, который здесь отмечали, 73,40, по-моему, что-то вот такое. Ну, 73 пункта и 4 десятых. То есть, 112, 73, 4. То есть, ну, буквально там 10 пунктов не хватило, чтобы полностью цель выполнить. Что будем делать? Пока что ждать. Здесь, так же, как и на евро, я считаю, есть смысл подождать и все-таки дождаться выполнения цели. Сейчас мы откатили, и у вас должно плавать, ну, где-то от 100 до 200 долларов прибыли, с учетом вчерашнего открытия от верхней границы канала. Впоследствии, обратите внимание, и по скользящим мы получили сигнал на покупку, да, и МСД благополучно выбрался выше нулевой линии. Вот такая вот история с иеной. Поэтому вчерашний прогноз остается актуален. Сделку удерживаем, ждем 112, 85. Лично я жду. И просто продолжаем мониторить эту ситуацию. Для тех, кто прямо уж так опасается, опасается того, что может сделка закончиться потерей, можно стоп перенести в ноль. То есть, прямо в точку открытия, где вы открывались, просто передвиньте из-за средней линии, в ноль поставьте, и дальше можно вообще спокойно ожидать дальнейшего развития событий. Это, конечно, достаточно рискованная затея, потому что его может выбить, но при этом зато вы будете точно уверены, что сделка в любом случае не приносит вам потерю, а, собственно говоря, приносит хоть какой-то результат. Я знаю, что есть некоторые трейдеры, которые в таких ситуациях ставят там стоп-лосс плюс один пункт. Но он уже стоп-трейдом будет называться, но тем не менее. То есть, даже если сделка закончится плохо, это все равно один пункт прибыли. То есть, там от, я не знаю, где-то 5 до 10 долларов мы заработали. Поэтому можно и такой тактикой воспользоваться и дальше уже спокойно ожидать дальнейшего развития событий. В общем, я думаю, вы определитесь, как вам действовать. Я в рамках нашей аналитики, увы, не располагаю временем для того, чтобы рассказывать обо всех тактиках работы на рынке. Но это один из таких примеров, который сейчас пришел в голову, который сам иногда использую, и многие мои подопечные трейдеры тоже используют. Поэтому можете тоже на вооружение взять. Следующий наш инструмент – золото. Золото выполнило наши цели, отметка 137.60, но, как вы помните, мы вчера в рынок не лезли. Однако у вас может возникнуть вопрос, почему же я здесь все-таки указал, что мы получили прибыль. А вот это, друзья, очень интересный момент, потому что после того, как мы закончили с вами общение, а я напомню, что общались мы вот здесь, случилось нечто любопытное. Золото отрастало, 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 и в какой-то момент мы могли даже продать по цене, которая лучше, чем цена пробоя нижней границы канала. Таким образом, вот эта прибыль могла быть вами получена только если вы воспользовались этой ситуацией. Сразу говорю, мы об этом не говорили. То есть у нас не было прогноза, что мы вдруг начнем отрастать и впоследствии продадим. То есть мы вообще такое не предвидели. Да и опять же, предвидеть это и спрогнозировать было бы довольно тяжело. Для этого минимум нужен хрустальный шар и кровь летучей мыши, чтобы понять будущее в таких деталях. Но, тем не менее, если вы воспользовались этой ситуацией и рынок мониторили, здесь была более чем реальная возможность заработать на снижении, на отработке этой цели. Если вы этим не воспользовались и самостоятельно сделку не открыли, ну, значит, просто вместе со мной смотрели на график, и при этом результат у вас тоже был по нулям, ни в плюс, ни в минус. Сейчас у нас ничего особо интересного не вырисовывается. У меня есть подозрение, что тут нисходящий канал образовался. Я его пока что не рисовал. Да и, если честно, даже бы и нарисовал, если бы нарисовал, ничего бы это нам не дало. Причина – цена сейчас стоит по средней линии канала. То есть сигналов у нас в любом случае нет. Поэтому, таким образом, с золотом подытожим. Если вы все-таки открыли сделку после вот этой ветки роста, вы благополучно здесь могли заработать также до 500 долларов прибыли. Если вы не открывали сделку, что более вероятно, то, скорее всего, результат ни плюс, ни в минус. Просто остались при своих. Следующий наш инструмент – серебро. Наконец-то, друзья, мы получили первый в нашей практике стоп-лосс. Ну, а как вы думали, будет без них? Здесь тоже можно сделать маленькое лирическое отступление. Многие начинающие трейдеры мечтают о том, что можно торговать без стоп-лоссов и всегда только получать прибыль. Друзья, я вас расстрою. Могу сказать, что даже несмотря на свой 11-летний опыт торговли, стоп-лосс – это вполне нормальное явление. И на самом деле задача успешного трейдера примитивна и проста. Заключается она в том, чтобы быть правым больше раз, чем ты не прав. Вот и вся история. Этого вполне достаточно, чтобы зарабатывать. По серебру как раз такая ситуация, когда мы ошиблись. У нас был пробой канала. Мы посчитали это хорошим сигналом к распродажам с целью 16.87. И в результате расплатились за этот хороший сигнал стоп-лоссом на отметке 17.18.5. На текущем этапе тишина, ничего не делаем. Здесь тоже есть подозрение, что у нас формируется новый канал, на этот раз нисходящий. Но я думаю, что к этой идее мы вернемся с вами завтра. А пока что остаемся вне рынка и просто мониторим ситуацию. Следующий наш герой – это Dow. Что касается индекса Dow Jones, мы вчера решили в рынок не входить. Я говорил, что у меня есть подозрение, что тут формируется треугольник. В итоге, как-то не странно, подозрения оказались верными. И ближе к вечеру цена пробила границу и дважды протестировала ее с обратной стороны. Все из вас, кто работает по графическому анализу, вполне могли этим воспользоваться и открыть сделку на покупку. Но тут есть маленькая беда. Мы общались, когда цена была вот здесь, а это все случилось уже спустя энное количество часов. Поэтому, если вы купили, вы явно делали это без моей всяческой помощи и должны были уже опираться исключительно на свои знания. На текущем этапе цель 25 070 пунктов. Она более чем выполнима, с моей точки зрения. А стоп-лосс должен стоять под нижней границей треугольника. Однако, на текущем этапе покупать поздно. То есть, эта сделка может быть актуальна только если вы открыли ее вчера. Там было раз, два, три, ну почти три часа на размышления, если вдруг кто-то сомневался и думал. Потому что цена дважды откатывалась к верхней границе треугольника после пробоя. То есть, более чем достаточно времени, чтобы использовать ситуацию. Но если вы сейчас рассмотрите вариант входа в рынок, сразу говорю, это категорически неправильно. Потому что 50% цели уже пройдено. И при этом стоп-лосс будет в полтора раза больше, чем потенциальная прибыль. Поэтому, если данную возможность вы не взяли в работу, сейчас только смотреть и ничего не делать. Если вы купили вчера, замечательно, будем зарабатывать на этом движении вместе и ждать 25 70. В отличие от Dow, S&P 500 двигается не совсем предсказуемо и понятно с моей точки зрения. Здесь не образовалось никаких новых фигур. Мы просто растем и обновляем максимумы. Вот так вот прозаично и тривиально можно описать тот процесс, который происходит на S&P. Я уж с утра обрадовался, что здесь может быть дивергенция. Но в итоге заметно, что ее здесь нет. Потому что второй максимум пока что ниже, чем первый. И таким образом у нас даже нет какого-то первого сигнала к развороту. Самое интересное, что и покупать здесь толком не получится, потому что цели тоже не вполне ясны. То есть теоретически, да, от линии тренда купить можно, но куда мы можем дорасти, здесь не совсем понятно. Поэтому, что касается S&P, я предпочитаю оставаться вне рынка и просто следить за происходящим. А вот по Dow ситуация была вчера хорошая, чем, собственно говоря, и воспользовался. Следующий наш герой – Евросток. Евросток стремительно растет и, судя по всему, планирует выполнить 61,8% коррекции по FIBA от последней ветки нисходящего движения. Здесь цель 35-31, но это такая чисто, можно сказать, не гипотетическая, она вполне осуществима, но она бесполезная с практической точки зрения. Понятное дело, что сейчас покупать очень поздно, это надо было делать при пробое линии тренда. И то, с учетом стоп-лосса под нижним минимум, который был, самый последний, здесь даже при цели 61,8% соотношение прибыли к риску было бы один к одному практически. И то эта сделка была бы под сомнением. Ну, а на текущем этапе вообще не обсуждается, здесь, конечно, входить в рынок очень поздно. То есть, да, мы знаем, что, скорее всего, там, 99% вероятности, что мы увидим 35-31, но воспользоваться этим, увы, не получится. Поэтому остается только наблюдать и смотреть. По скользящим наступили покупки, по МСД тоже, в принципе, покупки. Мы выбрались выше нулевой линии и пока что растем. Далее, друзья, Nikkei, вы готовы? Ну вот, пожалуйста, любуйтесь. Напомню, что мы вчера обсудили с вами покупки. У нас была цель 22,950, но, если честно, я даже не ожидал, что мы получим вот такой вот рывок вверх. То есть, прибыль здесь составила от 300 до 600 долларов. Но я бы сказал так, это если у вас стоял take profit, и если вы, если take profit не стоял, если вы успели вручную выйти из рынка, если этого не было, ну, тогда я могу за вас только порадоваться. Также вчера был небольшой откат, что, в принципе, могло позволить совершить сделку после пробоя верхней границы канала. Если у вас сделка была, я очень за вас рад, отличные результаты, все хорошо. Если сделки не было, ну, можно, да, только немножко посожалеть об этом, но ненадолго. Рынок всегда предоставляет возможности для заработка, поэтому сильно расстраиваться не стоит, даже после такого восходящего движения. Конечно, сегодня ничего не делать. И, друзья, самое главное, если вдруг вам удалось вчера купить, и вы досидели до сегодня, с моей точки зрения, самое логичное, что можно сейчас сделать, это зафиксировать эту прибыль. Второй вариант – взять стоп-лоссы за средней линией канала и переместить его куда-то вот сюда. Либо же вообще под последний локальный минимум после вот этого поглощения, чтобы большую часть этой прибыли уже защитить. Поэтому здесь, конечно, решать вам. Это, наверное, ну, самый такой приятный вариант, если вы купили и досидели до сегодня. Но в любом случае позаботьтесь о том, чтобы большую часть этой прибыли вы забрали. Либо сейчас самостоятельно закрыть сделку, либо стоп-подтянуть как можно ближе. Вот такой вот, друзья, Nikkei. Теперь вы понимаете, почему я сказал, что это напоминает некоторые графики криптовалют. Да, действительно, дал жару. Было абсолютно неожиданно, но приятно, что в том направлении, в котором мы с вами спрогнозировали. Следующий наш инструмент – нефть. Как вы помните, я вчера жаловался по поводу коррекции по нефти. Ну, жаловался в кавычках, конечно. Трейдеры никогда не жалуются. Они лишь констатируют сухо то, что происходит на финансовых рынках. Но, тем не менее, вот эта коррекция немножко расстроила. Однако, графический анализ на то и графический анализ. Как мы видим, в очередной раз правила оказались верными. Если вы покупали по пробою треугольника и ставили стоп-лосс за нижнюю границу, вы этот стоп-лосс не получили. В итоге получили цель 67.55. Поэтому, если вдруг у кого-то из вас покупки были, и вы тоже ждали, соответственно, 67.55, поздравляю, если сделку еще не закрыли, можно закрывать. Если, соответственно, этого не было, ну, тогда ничего страшного, значит, не было. Напомню, что в первый раз мы с вами пообщались, когда покупать уже было поздно. То есть я говорил о том, что сам жду 67.55, но если у вас сделать нет, то в рынок входить смысла никакого. Вот такая история с нефтью. Что касается текущей ситуации, это очередные локальные максимумы, поэтому предпринимать здесь какие-то действия к покупкам или уж тем более к продажам, я пока что смысла не вижу. Небольшая дивергенция на MACD есть, но я на текущем этапе все равно занял такую наблюдательную позицию по нефти после фиксации результата и жду, пока, собственно говоря, что-то произойдет. Пока что сигналов не вижу, рекомендую тоже наблюдать за происходящим. Тем более сегодня будет отчет. И вот если данные выйдут хорошие по запасам, нефть, конечно, может полететь вниз. Если данные по запасам выйдут плохие, мы можем получить обратное движение. Природный газ. Что касается газа. Вообще, если честно, ситуация здесь довольно неоднозначная. Я долго думал обозначать вот этот треугольник или не обозначать, но все-таки обозначил. А теперь по пунктам и по полочкам. Друзья, это ужасного вида треугольник. И более того, я склонен считать, что он вряд ли отработается. То есть, да, я не исключаю поход на отметку 3.15. Как видите, цель здесь стоит. Стоп-лосс должен быть под минимумом, последним за противоположной границей. Но, с моей точки зрения, здесь в рынок входить не надо. Объясню почему. Обратите внимание, сколько пустого места в треугольнике. То есть, эта фигура не согласована. Ей явно не хватает еще одной точки здесь и возврата к границе. То есть, она уж никак не похожа на те схемы, которые мы часто видим в учебниках и в обучающих видеороликах. Почему работают фигуры? Потому что их видят участники рынка. И чем более заметна и красива фигура, тем больше вероятность, что она отработается. Здесь тот же самый принцип и та же логика. Мне пришлось напрячь воображение, чтобы в этом треугольник увидеть. Возможно, кто-то тоже его увидел. На всякий случай я его отметил. Но, с моей точки зрения, лезть в рынок не надо. То есть, не надо совершать сделки на покупку, ставить цель 3.15 и стоп-лосс под нижнюю границу. С моей точки зрения, разумно подождать и посмотреть. Я не настаиваю. То есть, если кто-то из вас захочет воспользоваться этой ситуацией, welcome. Если, соответственно, нет, будем наблюдать с вами вместе. Поэтому, да, здесь я потенциальную прибыль рассчитал, если вдруг вы будете работать. Но еще раз повторюсь, я считаю, что здесь сделки открывать не надо. Фигура несогласованная, выглядит некрасиво. Скользящие вообще постоянно переплетаются. Но, учитывая то, что последние три дня нечто похожее на боковик. MACD, можно сказать, прилип к нулевой линии. И очень редко отрывается на нее надолго. Поэтому, как по мне, лучше воздержаться и просто смотреть. Далее. Конечно же, наш инструмент бонус. Я думаю, многие уже знают, что мы рассматриваем биткоин на этой неделе. Это ситуация дня вчерашнего. Еще раз обсуждали то, что продажи не удались, и надо было открывать сделку на покупку со стопом 12700 и целью 16600. Это ситуация сегодняшняя. То есть, как видите, после достижения здесь локальных максимумов, мы забились в некое подобие боковика и ни вверх, ни вниз. То есть, на рынке царит неопределенность, и царит уже больше суток на биткоине, никто никуда не продвигается. Если вы сидите в покупках по треугольнику, то у вас выбора особо нет. Равно, как и у меня. Я жду 16600 со стопом 12700. То есть, это не повод выбегать из рынка и опять же кричать «спасите, помогите». Пока что рано. То есть, скользящие еще не переплелись, и мы сидим тоже выше нулевой линии. То есть, пока что ничто особо не предвещает беды. Поэтому ждем, если покупки открыты. Если у вас сделок нет, ну, вы сэкономили немного нервов, и сейчас сделки точно открывать не надо. Потому что, понятное дело, что вот эта ситуация, она с психологической точки зрения довольно сложная. Вообще, как вы, наверное, знаете, самое сложное в трейдинге – это ждать, пока цена придет к поставленным целям. И на рынке было бы гораздо больше успешных трейдеров, если бы все сделки отрабатывались за 5 минут. Торговать было бы гораздо проще. Но такие тоже ситуации бывают, когда мы вынуждены ожидать результата и запастись терпением. Здесь именно такой момент, если вы в рынке. Если вы вне рынка – ждем, смотрим, просто ничего не делаем. Итак, друзья, напомню в конце нашего мероприятия, что вся информация, которую мы рассматриваем, она носит исключительно прогнозный характер. Не является рекомендацией купли или продажи финансовых активов. Ну, а доходность в прошлом, как вы сами знаете, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что на нашей странице ruarmcapital.eu вы можете узнать более детально об условиях торговли. Также обратите внимание, что поскольку все 100% сделок трейдеров всегда выводятся на рынок в RUM Capital, у нас нет никаких бонусов на депозит и прочих, соответственно, вещей. Прибыль мы получаем только с каждого вашего торгового лота, который участвует в обороте. Более детально с этими условиями можно познакомиться на сайте. Открываете демо-счет, открываете реальный счет, пробуйте свои силы. Также напомню, что в самое ближайшее время у нас планируется расширение инструментов. Их станет несколько тысяч. В том числе и появится криптовалюта, которой пока что нет. Но более детально с этим вы сможете познакомиться и самостоятельно на нашем сайте. Я с вами ни в коем случае не прощаюсь. Мы увидимся 5-го числа, это пятница, завтра. С нетерпением ждем Non-Farm Payroll, самую интересную новость месяца, как я ее называю. И общаться будем, как всегда, в 11.00 по Москве. Ну а сейчас, я думаю, вопросы. Вас благодарю за внимание. И с видеопроекцией рабочего стола мы, наверное, закончим. Хорошо. Спасибо большое, Владислав, за очень интересную передачу. Владислав, у меня вопрос по практике работы. Вы говорили, когда о японском индексе, отметили, что если вы не поставили Take Profit, то он мог стрельнуть туда и так далее. И, естественно, у меня возник вопрос к вам. А какая у вас практика постановки Take Profit? Ставите ли вы всегда, исходя из какой процентовки вы ставите? Или бывают моменты, когда вы ждете, может быть, будет выстрел, и оставляете просто верхнюю границу открытой? У меня вообще очень интересные сложились отношения со стоп-лоссами и тейк-профитами. То есть, с моей точки зрения, стоп-лосс в рынке должен стоять всегда. То есть, если вы не ставите стоп-лосс, вы не любите свои деньги и зарабатывать вообще не хотите. Для меня это эквивалентные понятия, и между ними стоит знак равенства. А вот с Take Profit у меня ситуация особая. Я его практически никогда не ставлю. Началось это очень давно, когда я только начал торговать, и причина очень простая. Мне до сих пор само слово «сочетание ограничения прибыли» режет слух. Я прекрасно даю себе отчет в том, что в большинстве случаев, работая по графическому анализу, всегда есть определенные цели, и нужно ставить Take Profit с целью заработка ровно столько и больше ничего. Но также мой опыт говорит о том, что есть ситуации, в которых сделку можно сопроводить и заработать порой в несколько раз больше, чем ты планировал. А учитывая то, что я мониторю рынок регулярно, мне не доставляет никаких сложностей работать без Take Profit. Соответственно, видя результаты в данный момент времени и принимая решение, что называется, с руки. Но при этом повторюсь, что плос должен стоять всегда. Ну, это как действую я. Я понял вас. То есть, я так понимаю, что вы живете со смартфоном. То есть, ну, большую часть времени с ноутбуком, вот, если честно, тоже торговлю на смартфоне считаю достаточно неинтересным занятием, то есть, ну, в плане прогнозирования. То есть, исключительно для контроля, если сделки открыты, окей, диагонали там в 6 дюймов хватает. Но если мы говорим о каком-то прогнозировании более-менее вменяемом, то считаю, что на смартфоне это просто сделать невозможно, исключительно мониторить текущие открытые позиции. Я понял. В общем, вы живете с ноутбуком под мышкой. Куда бы вы ни шли, но с вами все в сети. В обнимку, да. И даже сейчас я за ним. Я понял вас. Ясненько, Владислав. Спасибо вам огромное за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Большое спасибо всем участникам. побольше профитов и поменьше стопов. Спасибо. До свидания.